Ну, вот это же и есть самое главное. Вот мне там человек написал, значит, ну просто великолепно. Надо заняться собой, он мне написал, но не могу себя заставить, не приучен. Но даже просто поехать отдыхать или погулять, вот просто погулять, не то, чтобы выполнять однотипные упражнения без видимой пользы для себя или общества, не могу. Ну, вот мой ответ там, я ему писал, значит, видимо не в курсе приемов, потому что там ничего не нужно искусственно делать вопреки себе. В этом и смысл, в этом и смысл. Я, например, терпеть не могу физкультуру, ну никогда ее не делал, ну мне неинтересно, ну я люблю думать там. Думать там, вообще человек свободный, я даже там, когда меня приглашали там в лес поехать или там на рыбалку, ну мне неинтересно. Ну это мне так, может вам интересно на лыжах ходить или плавать там. Ну, пожалуйста, вот для того, чтобы подобрать приемы синхрогимнастики, вспомните, что вы любите. Например, плавать. Ну, возьмите и сделайте 10-15 секунд, плавайте для движения у себя дома. Вот уже один прием. То есть вы выбираете своего личного опыта, то, что вы любите. Не надо себя искусственно заставлять что-то делать вопреки себе, ни в коем случае. Это дисциплина, знаете, многие люди на этом споткнулись, потому что вот там мой любимый автор, который создал теорию потока, Михаичинский Михаил. Ну, он хотел изучать, как быть счастливым. Изучал это дело, когда приехал в Америку, там наткнулся на йогу, стал заниматься йогой, понял, что это никакая не свобода дисциплины. И поэтому придумал потом поток, через некоторое время. Так вот вопрос-то заключается в чем? Ко мне тоже как-то приехал мой товарищ, постарший меня, который всю жизнь занимался лечебной физкультурой. И вот он, значит, а я как раз тогда начал астмой болеть. И вот он мне начал лечить. Ну, там он мне массаж делал, потом он, значит, мне показал, как животные прыгают. Как они застывают в каких-то позах. Какие позы они принимают. Ну, про животных. Я все понял. Я все понял. Он мне показал какой-то комплекс лечебных упражнений. А я этот комплекс переделал под себя. То есть я стал его выполнять так, как мне нравится. Так, как мне нравится. Создал синхрогимнастику. Вот эти пять классических упражнений синхрогимнастики. Они именно сделаны потому, что я лентяй. И я придумал находку для ленивых. Для ленивых. Потому что там все надо делать, не затрудняясь, не думая о качестве выполняемых упражнений. Как в обычной физкультуре говорят. Делай, как я там. Или делай, как он там. Или в йоге надо отработать. Так сидеть. Или так сидеть. Или как дышать. Вот и там дисциплины нету. Там как раз таки получилось пять упражнений, которые люди инстинктивно делают сами. Там и лыжник там есть. Там и шалтай-балтай. Это же люди инстинктивно делают. Но вы сами берете, вспоминайте у себя в жизни, что вы больше всего любите. Ну не любите вы там рыбу ловить. Ну и не надо. Если любите рыбу ловить, сядьте, пожалуйста, вот так. Как будто вы у пруда или там на море закидываете. И делайте это движение, как будто спиннинг делаете. Вот так встаньте. И вот так спиннингом. Вот так там. Так там закручивают катушку спиннинга. А потом вот так собрали там и приготовились. Вот это движение. Возьмите, сделайте. Это будет один элемент синхрогимнастики. Вот так соберите себе несколько элементов, которые вам нравятся делать. И в своей жизни. Второй подход, это вы наблюдаете за собой, когда вы находите состояние страха, состояние нервного волнения, состояние зажатости. Просто наблюдайте, что в этот момент вам хочется сделать. Сжаться. Или вас трясет. Потряситесь. Или хочется стукнуть по столу. Или хочется бить подушку. Вот там вот недавно я проводил встречу с вами, друзья мои. Я там говорил о том, как вот наши участники школы Человек-Бурщик, Хомофутурус, придумали, значит, прием. Так вот так вот мама яй-яй-яй делает, а он изучил это явление и промоделировал по принципам ключа, о котором я рассказывал. Выяснял, почему так получается, что там за механизм. Я придумал прием. А другой участник испытал. И потом мы все стали испытывать. И оказалось, что когда смотришь на свой палец и вот так вот трясешь, а ты это делаешь в том состоянии, в котором ты находишься, например, нервничаешь или спокойно. От твоего состояния зависит частота повторяемых движений. Да, и ты невольно, невольно, когда происходит вот эта синхронизация, то есть внутренняя психобиологическая обратная связь между частотой. То есть ты по существу, да, вот видите, что у меня рука опускается, потому что у меня уже расслабление пошло. Да, ну это же полминуты-минуту занимает, а потом сидишь, и тебе все пофигу, и ты выходишь на ноль. Это когда мысли не сопровождаются эмоциями, а потом и вообще голова пустая становится. Если решал какую-то задачу и не мог, ты потом вспоминаешь эту задачу и уже знаешь, как ее решить. Это удивительно, это совершенно там освобождаешься от штампов, блоков и зажимов, разрыв шаблонов, там трасс, ну все там происходит, что надо. Так вот вопрос о том, что он не любит заниматься физкультурой. Так и я не любил заниматься физкультурой, но когда меня прижало, и мне показали, что надо какие упражнения делать, то я взял из этих упражнений, которые мне показали, показали, да, стал их делать, ну по-своему. Они мне просто показали примеры, и я выбрал то, что мне подходит, стал делать то, что мне подходит, поэтому у нас принцип отбора путем перебора, подбирай, что получится, отбрасывай, что не получается. И когда ты делаешь то, что у тебя получается, отбрасываешь то, что не получается, это необычное правило. У тебя начинает получаться и то, что раньше не получалось. Вот это удивительное правило. И такой кайф появляется, и такая легкость, и тебе петь хочется, и танцевать хочется. И сразу, сразу, это посекундное упражнение. Ну, хочешь поминутное, ну ты, например, шалтай-болтай делаешь, тебе хочется дольше делать. И там вот девушка писала, что она когда делала вот это упражнение, а у нее возникло другое состояние. Ей так в этот момент захотелось не вот так делать. Она начала так делать, а ей захотелось там подушку побить, зарыдать, у нее слезы пошли. Вот, вот, видите, у каждого в зависимости от исходного состояния это же упражнение, это или другое вызывает то, что организму требуется в этот момент. Вот это сделай то, что требуется. Выблокался. Разгрузка. Так вот же в чем дело, понимаете? Это же находка для ленивых. Там ничего не надо придумывать. Ты берешь, просто делаешь из своей жизни то, что тебе нравится. Или наблюдая за собой моменты нервного напряжения, волнения, что организм требует. Выдай это в виде осознанного упражнения. Один-два раза в день сделай там по полминутки или по секунду. Так вот же в чем дело. Ничего искусственного придумать себе не надо и никакой дисциплины там нет. Но подбор вот этих упражнений развивает самосознание. Подбор этих упражнений развивает как раз таки креативность. Потому что ты потом можешь любые вопросы, которые ты решаешь, подобрать не лучшие решения. И решить эти вопросы быстрее, легче и эффективнее. Вот же в чем дело. Поэтому это великая находка для ленивых, где надо себя заставлять. Одновременно при этом и креативность повышается, интуиция развивается и здоровье улучшается. Да это же гениально. Ну что тут говорить. До встречи, друзья. А, забыл сказать. Сейчас, секунду. А идеорефлекторные приемы ключа, о которых я расскажу в следующий раз. Это уже изучение, из изучения состояния гипноза и его возможностей для управляемого самостоятельного транса, для решения тоже своих задач. Это уже другое. Но тоже по методу ключа. То есть в методе ключа идёт рефлекторные приемы и синхрогимнастика. Так. До встречи.